Многие жители города Видное приходят отдохнуть в сквер у зенитки по проспекту Ленинского комсомола. И здесь всегда много и родителей с маленькими детьми, которым очень интересно потрогать орудия. Нужна, конечно. Во всяком случае, я историю не так хорошо знаю, но я знаю, что вокруг Москвы, вот видом, допустим, стояли оборонительные эти зенитки. Как бы так, больше нечего сказать. А так скверик нравится, вот цветочки, фонтанчики, дети гуляют. Ребенок просится всегда посмотреть, потрогать колеса, резину, потрогать, посмотреть, приобщиться. Для развития полезно. Конечно, полезно. Ведь когда малыши подрастут, они прочтут надпись у зенитки, а взрослые им расскажут о том, как их предки спасали столицу от фашизма. Моя мама рассказывала, она войну встретила 10-летней девочкой, как здесь летели немцы. Как они шли низко. Видно было кресты, небритые щетину на лицах летчиков. И как наши доблестные летчики и зенитчики перекрыли им доступ к Москве. Сквер является одним из любимых мест встречи ветеранов. Фонтан, работающий здесь раньше, был посвечен красными огнями, символом памяти и победы. Но в настоящее время, к сожалению, электрооборудование вышло из строя. И вот силами нашей организации сейчас будет восстановление, замена всех кабелей, щитков. И в ближайшее время включится этот фонтан красными огнями. Сквер уже сегодня обновлен. В нем проведены многие благоустроительные работы. Каждый год у нас разные композиции, в зависимости от цветов и от нашей фантазии. Как мы хотим, чтобы прислушиваемся к людям, что они нам дают советы. Мы, соответственно, произвели восстановительно-ремонтные работы. Восстановление и ремонтные работы заключались в замене плиток, которые у нас находятся вдоль дорожек, по всему скверу. Замена и покраска урн, которые вышли из строя. Помимо этого, сверху у нас, если вы видите, находятся те формы, которые необходимо было поменять. Мы их поменяли, потому что многие из них вышли из строя. 22 июля, в исторический день для нашей страны, в сквере у Зенитки в 11 часов состоится митинг, на который могут прийти все желающие. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова